На полтора часа перенестись в мир музыки Франции эпохи барокко. Возможно, преподаватели Волгоградской консерватории имени Павла Серебрякова исполнили произведения 18 века на тематическом вечере. Ценители прекрасного услышали миниатюры и сонаты французских творцов. Значимые произведения культуры представили для гостей вечера преподаватели Серебряковки Валерий Голоядов, скрипка и Елена Наумкина, фортепиано. О собственных ощущениях и эмоциях зрителей расскажет Максим Черпак. Музыка льется словно, как ручей из музыкальных инструментов в исполнении профессоров Серебряковки. Проникновенные звуки выдающихся французских композиторов покоряют сердца волгоградцев и оставляют яркие впечатления от концерта. Мне очень нравится классика и очень нравится французская барокко. Я когда увидела это объявление, я просто глазам не поверила. Я не знаю, может, оно здесь не первый раз, но я первый раз увидела это объявление, что здесь будет такой концерт, с удовольствием пришла. Музыка, которая французская барокко, нам интересна. И, конечно, нам интересны те молодые таланты, которые в нашем городе живут, растут в этом училище и мы надеемся, что у них будет достойное будущее. Французская музыка по-своему уникальна и не похожа на другую. В свое время на нее не оказали столь большого влияния произведения итальянских композиторов эпохи барокко. В итоге общепринятым музыкальным нормам во Франции были противопоставлены собственные. Она обманчиво проста и доступна, но это совершеннейшее изящество. Это изощренность композиторской техники, выделки, отшлифованность ее. И она во многом сюжетна, то есть там есть программа к произведениям, но в то же время она отстранена. Она одновременно земная, но она и парящая. Французская барокко – это второй концерт из цикла барочной музыки. До этого волгоградцам представили произведения немецких авторов, в том числе всем известных Баха и Генделя. На концерте французская барокко прозвучали яркие миниатюры и сонаты талантливейших композиторов той эпохи, основоположников французской скрипичной школы. Самый известный, самый такой классный композитор – это вот Жан-Мари Леклер. У него очень много сонат, и вот для двух скрипок, и трио соната. И, в общем, довольно сложная музыка. Очень много двойных нот, скачки, такие позиции, и вообще перебросы смычка, много чего. В цикле инструментальной музыки за французским барокко последует концерт итальянского. Такие встречи со зрителями в стенах консерватории имени Серебрякова проводят регулярно, представляя произведения европейских композиторов, знакомя с талантливыми музыкантами Волгограда. Важность, безусловно, таких концертов, поскольку она определяет уровень, во-первых, исполнителей, во-вторых, уровень учебного заведения, в котором они проводятся, поскольку консерватория является, конечно же, вузом академическим. Это возможность услышать замечательную музыку, просто получить удовольствие как взрослым, как любителям музыки, меломанам, так и профессиональным музыкантам. Кто-то скажет, классическая музыка – это что-то скучное и устаревшее, но это мнение остается до того времени, пока не окажешься в зале Серебряковки и не услышишь живое исполнение на музыкальных инструментах, которое может перенести вас во Францию, Италию, Германию и другие уголки нашей планеты. Максим Черпак, Анатолий Чернышев, Время новостей.